коллеги доброе утро уважаемые родители доброе утро давайте начинать прошу подключайтесь да мы начинаем елена числа он еще раз доброе утро уважаемые родители мы сегодня с вами поговорим на такую тему как организация деятельности ресурсных классов и сегодня наша встреча я сергей николаб и панцирь руководитель консультативно-диагностической службы федерального рис CARE Елена Вячеславовна Богородникова исполнительного директора региональной общественной организации помощи детям с расконтакт и Полина Львовна Богород up учитель дефектолог федеральном ресурсного центра по организации комплексной помощи детям с расстройственно научического И сегодня мы решили поговорить про такую модель организации образования, как ресурсный класс. Очень много вопросов у нас возникало от родителей в процессе прошлых встреч. Очень много вопросов продолжает задаваться в разных соцсетях. И в этой связи мы решили посвятить одну из встреч как раз данной теме. Возможно, если мы не раскроем ответ на все вопросы сегодня, то мы продолжим эту тему и поговорим более детально в другой раз. Но максимально, что мы сегодня успеем, то сделаем. И сразу же наперед скажу, что, наверное, будут вопросы про видеозапись. Уважаемые родители, видеозапись уже ведется. И обязательно всем, тем, кто зарегистрировались, ссылка будет выслана в ближайшее время на электронную почту. Да, ну вот нам подсказывают, что в понедельник будет выслана видеозапись. Сертификатов, традиционный вопрос, мы тоже не выдаем, но с знаниями обогащаем. Елена Вячеславовна, передаю слово вам. Сегодня в качестве эксперта это именно Елена Вячеславовна и Полина Львовна. Они расскажут как раз о всех вопросах. И после того, когда мы пообщаемся, мы постараемся ответить на ваш вопрос. Работаем мы сегодня до 11. Надеюсь, успеем. Что не успеем, тогда уже в личных переписках и в следующий раз. Елена Вячеславовна, вам слово. Спасибо, Сергей Николаевич. Я постараюсь очень коротко осветить ту часть, которая касается именно основных аспектов организации деятельности ресурсных классов, о которых нужно знать, прежде чем мы будем подходить к этому вопросу и что-то с этим делать. Значит, про, видимо, содержательную часть как раз Полина Львовна прекрасно расскажет, а я сосредоточусь на правовых аспектах, на выборе, который мы родители делаем, и на том, какие усилия потребуются для того, чтобы создать ресурсный класс в вашем регионе, в вашей школе или ресурсную группу в вашем детском саду. Я бы хотела сказать, что у нас есть все правовые основания для того, чтобы модели ресурсных классов, так же, как и другие инклюзивные модели или специальные коррекционные модели, работали. Федеральный закон об образовании говорит нам о том, что необходимо, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть дети с заключениями ПМПК, учились с созданием спецусловий. То есть спецусловия – это тот механизм, который позволяет включать нам систему образования детей, в том числе и с аутизмом. И если эти спецусловия не создаются, то дети, включенные в систему образования, быть не могут. То есть нарушается их право на образование, конституционное, между прочим, право. И в какой же форме, собственно говоря, может быть организовано получение спецусловий и реализация адаптированной программы. Статья 44 того же закона об образовании говорит нам, что форма, в которой ребенок получает образование, за родителем. Это выбор родителя. Наш с вами выбор. И никто больше, собственно, в этом выборе участие не принимает. Однако для того, чтобы что-то выбрать, мы должны понимать, из чего мы выбираем. И на основании чего мы должны этот выбор осуществить. То есть на самом деле, несмотря на декларацию Конституции и на то, что в федеральном законе об образовании закреплено это право, все же на выбор, все же получается из региона в регион. И спецусловия не создаются, и форма образования родителям навязывается. В общем, все очень непросто, особенно в той части, которая касается детей с расстройствами аутистического спектра. Наше законодательство говорит о недопустимости дискриминации. И как раз ресурсный класс, ресурсная зона – это та форма образования, модель образования, в которой дети учатся наименее дискриминирующим образом. То есть здесь у нас есть шансы как раз этой дискриминации избежать, чего очень трудно сделать и добиться в других формах образования и в других моделях. Что же нам говорит закон о самой модели ресурсных классов? У нас есть с вами письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, которое было направлено в регионы, и оно в прямой форме рекомендует к применению модели ресурсного класса в регионах. И, соответственно, вообще неплохо там прописано, что именно должно быть и как сделано. В том числе дана ссылка на скачивание методических рекомендаций. И к методическим рекомендациям в том числе прилагается пакет документации по ресурсным классам. Что же такое, собственно, этот ресурсный класс? Почему я написала здесь заголовки через черточку зона? С тех пор, как в принципе сочетание ресурсный класс у нас появилось, началась путаница немедленно. В нашем представлении родительском классе это группа детей. В данном случае класс это как раз некая зона, некая комната, в которой есть определенный ресурс. И это не группа детей, как первый А, первый Б. У нас целью является выход в инклюзию. И один из основных признаков того, что модель, которую мы реализуем, это ресурсный класс, а не какая-то другая форма. Именно выход детей в инклюзию. Начинается ресурсный класс всегда с запроса родителей. Такого, чтобы вот сам регион решил, или сама школа решила создать ресурсный класс. Все получилось и было сделано. Наверное, ни в одном из более чем 30 регионов, где модели ресурсный класс работают, не было. Если нет консолидированного запроса родительского, либо в форме обращения в органы исполнительной власти, отвечающие за образование региональное, либо в сами школы непосредственно, то, скорее всего, ничего из этого не получится. Добровольно примерять на себя модель ресурсных зон, ресурсных классов региональной системы образования совсем не спешат. И активное участие родителей необходимо не только на этапе, когда мы с вами идем пробивать, так сказать, бюрократические стены с целью создания ресурсных зон, но и на всем протяжении работы проекта. То есть надо понимать и отдавать себе отчет в том, что ресурсный класс – это очень ресурсозатратная для родителей история. То есть мы включаемся в процесс от и до, в том числе в образовательный. И здесь, в общем, наше участие важно не менее, чем всех остальных специалистов, работающих в проекте, всех остальных участников проекта. Еще одной характерной чертой, обязательной для ресурсного класса, является применение прикладного анализа поведения и БИИ. Без него работа с поведенческими нарушениями, которые, безусловно, влияют на возможность участия ребенка в образовательном процессе, в социальной инклюзии, просто невозможно. То есть если у нас нет прикладного анализа поведения и специалистов по прикладному анализу поведения, и не обученные сотрудники школы по прикладному анализу, значит это не ресурсный класс. И это что-то другое. Может быть тоже неплохое, может быть кому-то подходящее, но точно не он. И это точно не самая будет эффективная история для детей с аутизмом. В ресурсном классе, с помощью ресурсного класса, у нас с вами осуществляется как образовательная, так и социальная инклюзия. И оба этих компонента важны. И рост показателей именно социальной и образовательной инклюзии должен происходить на протяжении реализации всей модели. То есть в идеале дети должны выйти в полную образовательную инклюзию. Про социальную это я уже даже и не говорю. Что нам нужно для того, чтобы это было так? По сути, тьютерское сопровождение один к одному, тоже одно из условий, необходимых для того, чтобы инклюзия работала. Ребенок не должен оставаться без сопровождения взрослого. И тьютерское сопровождение необходимо на первых, не побоюсь этого слова, годах обучения. Однако это как раз одна из самых острых тем для нашего образования, независимо от региона. Тьютеров нет, мало, не хватает, низкие зарплаты, большая текучка кадров. И все же, если мы хотим, чтобы ресурсный класс, ресурсная зона работала, дети учились, нам необходимы тьютеры в соотношении практически один к одному, особенно на первых этапах. Затем участие тьютеров в обучении детей может и должно снижаться. И в конце концов ребенок, определенная группа детей может выйти в инклюзию уже без тьютерского сопровождения. Но это происходит через, еще раз повторюсь, часто несколько лет работы. Почему вообще ресурсные классы возникли? Откуда взялась эта идея? Дело в том, что, к сожалению, распространенность аутизма растет. И сейчас, если вы слышали, может быть, у нас новая цифра названа. Это один из 44 детей находится в спектре аутизма. Темпа прироста в год составляет 10% случаев. И, соответственно, мы с вами понимаем, что количество детей, которым необходимо, чтобы они были включены в систему образования, тоже растет пропорционально этому. Аутизм для нашей системы образования был совершенно незнаком до введения федеральных государственных образовательных стандартов и адаптированных программ. И появился вообще в правовом поле в Российской Федерации только с введением федеральных государственных образовательных стандартов, которые были приняты меньше 10 лет назад. То есть это все еще новая история и пока не очень понятная для системы образования. Поэтому выбор мы, родители, с вами делали не из отдать ребеночка в коррекцию, отдать ребеночка в какую-то коррекционную школу или коррекционный класс или коррекционную группу. А выбор у нас, собственно, сводился к тому, вообще возьмут его куда-то хотя бы или не возьмут. Часто никакой коррекционной школы, даже близко, рядом с домом нет. Часто бывает так, что коррекционные школы не берут детей с аутизмом, и это тоже повсеместная история по всем регионам. Настаивают на том, чтобы программа была адаптирована не для детей с аутизмом, а для детей, например, с умственной отсталостью, и никак не фигурировал аутизм. Но при этом, собственно, само аутизм, как вы понимаете, никуда не девается, даже если поменять заключение по МПК. Поэтому в ответ на вот такое вот тотальное игнорирование детей с рас по всей стране возникла вот такая форма, как ресурсная зона для того, чтобы реализовать права детей на образование. То есть, по сути, это тот максимум, который мы можем детям обеспечить, детям сразу обеспечить. Я хотела бы обратить ваше внимание, думаю, что об этом будет говорить Полина Ивовна, на то, что без участия огромного количества людей реализация модели ресурсной зоны невозможна. Естественно, это у нас, безусловно, и администрация, и классные руководители, и учителя ресурсной зоны или автономного класса, который у нас есть. Этого, кстати говоря, может не быть уже в развитии дальнейшем модели. Это тьютеры, психологи, логопеды, дефектологи, педагоги дополнительного образования, безусловно, поведенческий аналитик, куратор со стороны EBA, консультанты, все сотрудники школы, родители, обучающиеся, родители здоровых детей, родители, соответственно, детей с аутизмом, то есть все, безусловно. И сотрудники школы все включают, то есть не только педагогический состав, а включая последнюю вообще по штату уборщицу сотрудников столовых, все они не менее важны. Кстати, как и охранник, который тоже должен знать, что делать, если у нас в школе учатся дети с аутизмом, как реагировать, чего не бояться, на что обращать внимание, и как действовать в сложных случаях. Что является основой для того, чтобы эта модель и вообще инклюзия эффективно работала? Первое, с чего мы начинаем, это переговоры с директорами. Если нас слышит директор, если он готов попробовать, готов создавать условия для детей, это самое важное для нас и самое главное. Включенность администрации школы в начале и потом на протяжении всего периода реализации модели ресурсной зоны. Это номер один. Без, так сказать, воли, доброй воли директора мы с вами никуда с места не сдвинемся. И даже если нам какие-то кто-то создаст условия, когда директор будет вынужден открыть ресурсный класс или ресурсную зону, все равно, если он нервов лечется, если не будет увлечена администрация в это, без понимания, почему это нужно, как это делается, ничего никуда не тронется. И все, по крайней мере, довольно быстро, если тронется, то никуда не пойдет и разрушится. Еще раз напомню, что без применения технологии прикладного анализа поведения тоже ничего работать не будет. Поэтому учим всех в разной степени, но учим всех. Мы учитываем индивидуальные особенности ребенка и, безусловно, учитываем возможности школы. Без качественного тютерского сопровождения ничего никуда у нас тоже не поедет. То есть это не просто человек, который ходит рядом или сидит рядом. То есть это должен быть человек, обладающий некими определенными специальными компетенциями. Про тютерское сопровождение мы много говорили на предыдущих вебинарах. Здесь я просто вас отошлю к тем материалам, которые у нас с вами уже были. Должно прирастать у нас с вами и время, проведенное в социальной, в образовательной инклюзии. Должны вовлекаться родители. И это партнерские отношения. Часто родители для того, чтобы поддержать инклюзию в школе, для создания ресурсной лизоны, либо для других каких-то моделей создают свои собственные автономные некоммерческие организации или другие формы правовые организационные. В общем, в любом случае создают НКО. Это часто бывает очень обоснованно. И, соответственно, про это мы, если захотите, можем с вами поговорить на каком-нибудь отдельном вебинаре. По крайней мере, часто мы консультируем родительские группы по поводу того, как создавать такие некоммерческие организации, что нужно для того, чтобы они заработали, для чего они сами нужны. То есть оценить, надо или не надо создавать такую организацию. Мы всегда можем помочь. Я бы хотела обратить ваше внимание, что также для того, чтобы инклюзивные процессы работали, нужно постоянное повышение квалификации специалистов. И вообще, в принципе, материально-техническое оснащение здесь поставлено к последним пунктам, не в последнюю очередь, потому что, конечно, вовлечение всех участников процесса во все компоненты деятельности очень-очень важно. И нет здесь никакого конечного пункта, когда мы всех всему выучили и можем дальше, значит, спокойно работать. Нет, процесс этот непрерывен, постоянен. И, в общем, как раз готовность специалистов учиться, готовность меняться, она здесь является определяющей. Значит, если говорить об истории вопроса, то коротко я уже говорила о том, что появилось это все в ответ на отсутствие специальных образовательных условий для детей с РАС. Изначально класс первый стартовал на базе Федерального ресурсного центра по аутизму. В 2013 году модель была внедрена в общеобразовательную школу и, собственно, стала как раз первой, с которой потом начался путь уже по стране. Дальше мы открывали тоже ресурсный класс, и это был следующий после 2013 год. И с тех пор, собственно, мы подошли к тому, что больше тысячи детей уже по Российской Федерации, более чем в 30 регионах обучаются по этой модели. С разной степенью успешности, сразу скажу, потому что у кого-то это сложнее, у кого-то проще, это зависит от многих обстоятельств, но, тем не менее, эта цифра очень показательная. То есть больше тысячи родителей свой запрос смогли оформить и сделать так, чтобы ресурсные зоны заработали. Я, наверное, не буду останавливаться на том, зачем и почему нам очень нужен прикладный анализ поведения. Я вас адресую к вебинару, вот здесь у нас есть отсылка к сайту нашей организации, соответственно, вебинару, который читали поведенческие специалисты Ирина Кулешова и Пения Князева, и можно познакомиться, ссылочку сейчас в чат положу, наверное, разошлем ее потом, познакомиться с тем, для чего вообще прикладной анализ поведения нужен, почему он эффективно работает, как он применяется и дома, и в образовательном учреждении. Что же нужно для организации ресурсного класса? От родителей, как и от специалистов, требуется на самом деле достаточно многое. Это, в первую очередь, осведомленность. Осведомленность о всех необходимых шагах, о многих нормативных актах и, безусловно, тоже постоянная готовность продолжать свое обучение и искать способы и методы поддержки этой модели. Я вас адресую, опять же, к набору вебинаров, которые мы уже прочитали. Мы их собрали в прям целый курс, по сути, по шагу в инструкцию. Он, там, несколько десятков часов сейчас занимает. Это абсолютно бесплатно. Можно, соответственно, опять же, перейти по ссылке с этого слайда. И сейчас мы ее в чат положим. Соответственно, можно ознакомиться с теми материалами, которые были уже наработаны. То есть, если вы хотите с чего-то начать, начните с ознакомления с этой вот структурированной информацией. Дальше, соответственно, нужно уже будет задавать какие-то еще дополнительные вопросы. И мы постараемся на них, естественно, ответить. Спасибо. Наверное, пока это все. Если будут вопросы, пишите, пожалуйста, в чат или во вкладку «Вопросы». И дальше мы будем на них в конце уже отвечать. Алина Львовна. Да, Елена Вячеславовна, добрый день. Здравствуйте, уважаемые коллеги, дорогие слушатели. Я готова отвечать на вопросы. Если нужно что-то более подробно рассказать о внутренней организации, внутреннем устройстве, я с удовольствием отвечу. Ну, если можно, я тогда тоже сюда вклинить ваш диалог. Ну, во-первых, Елена Вячеславовна, если можно, то, может быть, ссылку на вот эти ресурсы, которые вы сейчас озвучили. А это один из вопросов, который от нескольких слушателей у нас при предварительной регистрации был. Вот именно вот эти пошаговые инструкции о том, как создать ресурсный класс. И мы уже, по сути, с вами ответили на два вопроса, да, и вот обеспечим уже нескольких слушателей именно вот информацию о том, как вот этот регламент и алгоритм соблюсти. Вот. Если можно, может, если есть такая возможность, то разослать нашим участникам в письмах персональных вот именно вот эту ссылку на вот эту информацию, которую вы озвучили. Возможно ли вот это? Да, конечно. Вот. Просто, чтобы, может быть, не в чат, потому что те, кто будут по видеозаписи смотреть, они не смогут через видеозапись перейти на это, по этим ссылкам. Это будет, наверное, более правильно, вот эту информацию им разослать. Вот. Полина Вовна, если можно, конечно, вот, не дожидаясь вопросов, расскажите нам о внутреннем содержании. Тогда о чем именно? Вы знаете, на самом деле, вот, общаясь с родителями и немножечко поанализировав те вопросы, которые были вот предварительно нам заданы, представления о том, что там внутри, нет у родителей практически никакого, кроме того, что ресурсный класс – это отдельный какой-то класс в школе, первое. Второе, что там должно быть много биотерапистов. Это второе. Вот большего представления в большинстве случаев у родителей нет. Так вот, может быть, есть смысл, а с чего вообще нужно вот начать разбираться, в чем первый шаг какой-то, чтобы реально понять, а что ж такое все-таки, вот что ж там внутри? Ясно. Буду рассказывать о том, что внутри. Значит, то, что сейчас озвучено, и то, и другое миф. Но начну я немножко с другого мифа, потому что, на мой взгляд, в том, что рассказала Елена Вячеславовна, был небольшой такой соблазн подумать о том, что родители имеют право требовать открытия ресурсного класса. На самом деле нет, потому что это не является формой обучения, а это является моделью обучения. Родители имеют право на выбор формы обучения, то есть очная, очно-заочная или заочная. И все. И если школа говорит, что мы инклюзивное очное обучение реализуем по модели автономный класс, или по модели индивидуального тьютерского сопровождения, или по модели гибкого класса и ресурсных классов в нашем образовательном учреждении нет, то потребовать их открытия оснований нет никаких. Потому что с точки зрения закона, любая грамотно организованная модель инклюзивного образования в полном объеме реализует все необходимые специальные образовательные условия, которые положены обучающемуся с расстройством аутистического спектра. Следующий момент тоже очень важный. Ресурсная зона и ресурсный класс – это не класс для детей с аутизмом. Это пространство, построенное по принципам универсального образовательного дизайна, в котором реализуются все специальные образовательные условия для людей, которые в них нуждаются. И нет никаких нормативных положений и документов о том, что людям с другими особенностями и с другими образовательными потребностями нельзя получать спецусловия по модели ресурсный класс. Это тоже нужно понимать. Это очень важно. Тогда вопрос сразу. Может ли быть так, что в ресурсном классе одновременно находятся дети, например, с расстройством аутистического спектра и какой-то другой группой расстройств? Значит, еще разочек. Это не группа детей. Это пространство, территория. Размер этого пространства, простите за тавтологию, напрямую зависит от ресурсов образовательного учреждения. И где-то это одно учебное пространство, в котором выделен угол под сенсорную комнату, где это серия учебных классов, в котором есть еще дополнительное отдельное сенсорное помещение, где-то это огромное пространство зонированной перегородки, это просто территория. На этой территории могут получать специальные образовательные условия, обучающиеся любого возраста, любого класса зачисления, любого года обучения, с любым уровнем адаптированной основной образовательной программы. Это вообще никак не привязано к возрасту детей, к классу, шифру АООП, ни к чему. Тогда те комментарии родителей, которые говорят о том, что вот в школе есть ресурсный класс, но его ребенок обучается по программе 83, и ему говорят учителя, ну, директор, что нельзя его ребенка определить в этот ресурсный класс. Либо меняйте вариант программы, они говорят. И бывает по-разному. Вот насколько это правомерно и может... Это не правомерно, но такие ситуации бывают, потому что очень часто в школах, и все почему-то боятся, ну, то есть я знаю почему, все считают, что автономный класс – это плохо. Но на самом деле, как бы мы ни назвались, автономный класс, метагруппа, но детям, обучающимся по программе 83 и 84, инклюзия в первую очередь важна социальная, потому что академическая инклюзия для них все равно ограничена. Они не будут со стопроцентной успешностью именно с целью образования обучаться в общеобразовательном классе. Не будут. Им нужны дефектологи, которые не просто занимаются реализацией кор-курсов или проводят с ними кор-занятия, а им нужны дефектологи, которые ведут для них уроки, давайте простым языком, которые учат их математике, русскому языку, окружающему миру. Если это программа 84, то там другие предметные области. И это не значит, что этим детям нельзя ходить в инклюзию, им можно и нужно обязательно ходить в инклюзию. И это даже не значит, что им нельзя ходить на математику, им можно ходить на математику. И иногда это нужно, но во всем должен быть здравый смысл. И нужно ставить грамотные цели, с какой целью сейчас человек идет в этот класс. Он идет, потому что уровень его компетенции в предметной области позволяет ему воспринимать фронтальную инструкцию, выполнять задания в темпе класса, с адаптацией, с опорами, с помощью тьютера, с использованием большого количества дидактического материала, но все равно в темпе класса. Ситуация, когда родители отстаивают право пребывания своего ребенка в общеобразовательном классе любой ценой, к сожалению, может привести к тому, что у детей идут уроки, а обучающийся, который на самом деле испытывает большие образовательные потребности и нуждается в образовании спецусловий и реализации предметных областей специалистами, логопедом-дефектологом, просто сидит в классе рядом с детьми, выполняя свои задания и очень жаль, но иногда даже никак не связанные с предметной областью. Это простые легкие задания, которые ребенок выполняет легко и спокойно для того, чтобы он комфортно находился рядом. Ну вот если мы пытаемся говорить про эффективную организацию инклюзивного образования, то вот в этом процессе находиться рядом нужно здраво оценить, каков объем времени человеческой жизни должен быть потрачен именно на просто находиться рядом. И социальная инклюзия нужна и важна, ей нужно грамотно заниматься, чтобы ребенок включался в группу сверстников, но при этом образовательные задачи не должны быть проигнорированы. И бывает перекос в другую сторону, такие тоже случаются истории, когда все считают, что это ЭБИ-класс и считают, что там работают ЭБИ-тераписты. Это неправда, нет, там никаких терапистов. Там работают тьютеры и работают логопеды, дефектологи, психологи, иногда учители ресурсного класса, соцпедагоги. Это сотрудники образовательного учреждения, это не частный центр. И иногда бывает вот такой перекос, что программа по прикладному анализу поведения, то есть коррекция нежелательного поведения, формирование базовых навыков по диагностическим линейкам прикладного анализа по Эйблс, по ВИБИ-мап, они реализуются, а образовательная программа нет. И тогда вообще большой вопрос, а зачем мы в школе? Почему нельзя просто сидеть в каком-то помещении и на индивидуальных занятиях с как раз терапистами заниматься реализацией протоколов по коррекционным направлением? Зачем тогда люди в школу пришли? Нужно очень здраво подходить. Если это обучающиеся являются контингентом школы, значит, школа несет ответственность за весь образовательный процесс, включая последующую аттестацию и подготовки к экзамену. И если есть иллюзия, что обучение детей по программе 8.3 и 8.4 не так ответственно, ну как же им же ГВН сдавать, то это миф. У них есть экзамены для поступления в училище и колледжи. Нужно сдавать экзамены на данный момент по профтруду. не могу сказать, можно ли Лена Вячеславовна говорить о слухах, которыми полнится наш мир. Но нужно все время держать руку на пульсе и узнавать, нет ли каких-то обновлений с точки срения нормативно-правовых норм по выдаче свидетельства категории лиц с интеллектуальной недостаточностью. возможно будут внесены изменения, это будет не только экзамен по профтруду, это значит, что дети должны на этапе итога образования выходить с компетенциями по предметным областям, а не просто красиво сидеть рядом. Детей надо учить, и учить правильно, грамотно и качественно. Еще нужно учить детей общаться, и для этого нужен огромный пласт неурочной работы. На уроках никакого общения не происходит. На уроках все сидят чаще всего молча, и вообще общение на уроках оно порицается. Поэтому, если мы говорим, что мы хотим, чтобы ребенок ходил в класс, говорят родители, в общеобразовательный, в свой класс, в который он числится, нужно понять, зачем. Может быть, у родителей в голове есть иллюзия, что на уроках ребенок научится дружить со сверстниками, нет, не научится. для этого существуют перемены, кружки, внеурочная деятельность, досуг, и это вообще не значит, что для этого нужно на математике сидеть вместе со своим классом. Это важное понимание, которого часто нет. И так еще разочек подведем какие-то итоги того, что я говорю. Контингент совершенно разный. Количество этого контингента зависит напрямую от ресурса образовательного учреждения. И в первую очередь это кадровый ресурс. И если образовательное учреждение говорит, у нас в положении написано, что ресурсный класс не более 8 человек, это значит, что 9-го человека туда устроить не получится. Это значит, что школа оценила объем финансирования, который они готовы выделять на реализацию этой модели. И все дети другие будут обучаться по закону об образовании, по своему юридическому праву, по другой инклюзивной модели. Потому что ресурса для организации ресурсной зоны на 9, 10, 12, 15, 16 человек в этом учреждении может не быть. Я консультирую большое количество ресурсных классов, автономных классов. И, кстати, сейчас автономные классы начали набирать силу. Некоторые родители наконец-то услышали, что это не вселенское зло и что автономный класс не препятствует инклюзии. И все зависит от того, как организованы процессы. Полина Громовна, прервитесь, пожалуйста, объясните, что такое ресурсные зоны, автономные классы и как они связаны с ресурсными зонами, потому что люди вообще не представляют, что это такое, еще меньше, чем ресурсный класс. Хорошо, я попробую. Но когда я спрашивала, нужно ли готовить презентацию про разные модели, мне сказали, нет, не нужно. Может быть, нам отдельную встречу организовать, где рассказать, что такое разные модели. Если нужно буквально по пару слов, все-таки... Хорошо, пару слов скажу. Пару слов скажу, но пару слов вам не дает понимания. Значит, автономный класс это тоже инклюзивная модель образования. Я очень на этом настаиваю. Ни в коем случае это не сегрегационная форма. Сегрегационная форма это только коррекционные учреждения. Значит, если мы говорим, что в школе обучаются только лица с интеллектуальной недостаточностью, это значит, что это сегрегационная форма обучения. И когда у нас открывается ресурсный класс в коррекционной школе, это самообман. Инклюзироваться в группу сверстников с другой нозологией это не инклюзия. Это можно назвать как угодно. Интеграция, слияние, совместное обучение в коррекционном учреждении. Как хотите, называйте, это не инклюзия. Значит, инклюзия это модель любая в общеобразовательной школе. Сейчас существует основных четыре модели инклюзивного образования. Первое, самое простое, это индивидуальная инклюзия. Я отдельный обучающийся, мне школа организовала специальные образовательные условия, тьютера, либо общего, либо индивидуального, выдала объем часов сопровождения психологопедагогической службы, психологом, логопедом, дефектологом. Я инклюзируюсь в класс, частично я получаю какие-то предметные области индивидуально, составлен индивидуальный учебный план, программа адаптируется, вот мой маршрут. Есть новая еще только описываемая модель под названием гибкий класс, об этом сейчас вообще не буду говорить, это так редко встречается, и на самом деле, когда развернется, все выяснят, что это самая финансово затратная модель, но неважно. И две самые распространенные формы, ресурсный класс и автономный класс. Чтобы сейчас еще разочек не было путаницы, ресурсная зона и ресурсный класс это одно и то же. Это просто тождественные понятия. Это не чуть-чуть по-разному организовано, это просто полные уклоны. Но внутри себя все ресурсные классы на самом деле немножко отличаются чем? Ресурсами, штатным расписанием и помещением. Автономный класс это модель инклюзивного образования в общеобразовательной школе, которая оформлена как отдельная детская группа, то есть как класс. у них есть номер и буква. Например, допустим, второй Б. У этих детей один год обучения. У них сходная адаптированная основная образовательная программа. Что значит сходная? Сходная по интеллектуальному уровню. Вместе могут обучаться дети задержкой психического развития с когнитивными нарушениями. Какие это могут быть программы? 5-2, 7-2, 8-2 они могут беспрепятственно вместе обучаться в автономном классе, если все они являются второклассниками одного года обучения. То есть, допустим, они все получили пролонгированный первый класс, первый доп. класс, потом первый основной, и вот они все вместе, третий год обучения, второклассники во втором Б. У них есть классный руководитель, и они обучаются вместе. Но ни в коем случае это не является преградой для инклюзии ни на какие предметные области. И это напрямую зависит от того, как прописано положение этого документа. Бывает так, что каждый из детей ходит инклюзироваться в свой отдельный класс. Бывает так, что маленький автономный класс на шесть человек делится на две подгруппы по три, и они ходят инклюзироваться в две параллели, в какой-то второй А и в какой-то второй В, на ряд предметных областей или на часть предметных областей. Они инклюзируются. Сколько детей может обучаться в автономном классе? Это напрямую зависит от уровня АОП по программе 8.4 и по программе 9.2, которые являются сходными, и дети этих категорий могут обучаться вместе. Они могут обучаться в группе в классе 5-6 человек. Дальше это все зависит от того, как прописано в положении до 12. Автономный класс, он совсем не обязательно очень маленький. Моделинг индивидуального образования это не обучение на дому. Нет, это не обучение на дому и вообще никакой формы домашнего обучения сейчас не существует. Здесь мне очень хочется, чтобы Юлия Вячеславовна немножко помогла с юридической точки зрения. Форма надомного обучения не бывает. Это то, что раньше называлось, а на самом деле является индивидуальным учебным планом. Есть семейное обучение, но это вообще друговой формат, это когда образовательное учреждение несет ответственность только за аттестацию. И очень мало в Российской Федерации истории, когда обучающиеся нецензовой категории, то есть 91928384 обучаются по форме семейного обучения, потому что нет единой государственной аттестации по этим программам. Полина дайте рекомментирую, потому что здесь важно понимать, что форма обучения на дому у нас таки есть. Форма обучения на дому подразумевает наличие медицинской справки, но для чего эта справка нужна и кто ее использует? Вот в регионах, не в Москве, а в регионах, в ряде регионов есть для школ, для учителей, которые обучают детей вот в этой самой форме на дому, которая подразумевает обучение учитель-ученик один на один, но дома выделяются специальные средства, то есть они таким образом покрывают зарплату учителей, которые занимаются не с большим классом, не с классом, в котором несколько учеников, а именно один на один, то есть таким образом школы пытаются обеспечить это индивидуальное обучение и очень часто они просят родителей принести или требуются с родителя принести эту справку, хотя не собираются никаких педагогов присылать домой. Часть случаев нужно с ними как раз разговаривать о том, точно ли нужна эта справка и имейте в виду, что если вдруг вы хотите обучать ребенка вот в такой индивидуальной форме, то вполне это можно сделать без принесения такой справки, но вы можете пойти школе навстречу, если они честно вам скажут, что да, это нужно для того, чтобы действительно выплатить какие-то деньги, потому что просто индивидуальный учебный план специальным педагогам практически нигде не оплачивается, то есть это будут сложности у образовательной организации, как это организовать, где на это взять деньги, в общем, их всегда немного, поэтому вопрос такой, знаете, договорной, поэтому мне кажется, в каждом случае нужно с организацией разговаривать, однако помните простую вещь, что если мы говорим про любую форму образования, неважно, какая была выбрана, на дому ли она, еще какое-то количество часов и коррекционных в том числе, полностью совпадает с тем, что ребенок должен получить в составе учебы в классе, то есть это начинается минимум от 21 академического часа в первом классе, в первом классе только, потом 23, дальше, соответственно, увеличивается по одному-двум часам в год это количество, и плюс у нас есть с вами 10 обязательных часов внеурочки, с которой 5 это коррекционные часы обязательно. Минимум 5. Минимум 5. Больше можно, меньше нельзя. Помните, пожалуйста, об этом, когда вы договариваетесь со школой и помните о том, что если вы пошли им навстречу и согласились взять эту справку про обучение на дому, то это не значит, что они могут дать ребенку 5 часов занятий в неделю или 10 или 8, сколько у них там в регионе может хватить фантазии. и когда-то в нашем законодательстве 8 часов на обучении форуме обучения на дому фигурировали, это было в письме министерства образования еще в общем Советского Союза. Сейчас это письмо было отменено, есть официальное письмо министерства образования Российской Федерации о том, что отменена эта норма, если в регионах где-то этого не знают, то это нарушение федерального законодательства противоречия и напомню, что региональное законодательство не может противоречить федеральному, то есть они сейчас если вам предлагают 8 часов, то не соблюдают федеральный государственный образовательный стандарт. Вот что я хотела на эту тему сказать. Елена Вячеславовна, там вопрос от Ларисы Сергеевны, коротко его вам перескажу. Автономный класс, средняя школа на 6 детей, один тьютер, школа говорит, что по закону больше не положено. Это, знаете, очень все просто. В принципе, можно, но можно и не давать. По закону можно не давать. Это вопрос внутреннего решения школы. Елена Вячеславовна, прокомментируйте, пожалуйста. Ну, мы этот вопрос неоднократно разбирали, в том числе в этом году на этих вебинарах, в том числе на тех вебинарах, которые были посвящены тьютерскому сопровождению. И еще раз повторюсь. У нас по законодательству ставка тьютера открывается на одного, от одного, до шести детей. То есть, если у нас с вами есть необходимость сопровождения этой группы из шести детей еще одним тьютером, то есть, у кого-то есть потребность в индивидуальном тьютерском сопровождении, то мы можем это доказать. если у нас в заключении по МПК тьютерское сопровождение индивидуально указано, то просто отлично. Берем, соответственно, свое заключение, идем и пишем заявление о том, что требуем, чтобы детям обеспечили то, что прописано в заключении по МПК. Заключение по МПК, напомню, документ прямого действия. То есть, то, что там написано, обязательно к исполнению. МПК часто отказывают в вписывании индивидуального тьютерского сопровождения. Для этого у нас на сайте есть специальная форма заявления, которую нужно принести в МПК для того, чтобы вам этого тьютера индивидуального выдали. Очень помогает при разговоре с МПК и, наверное, в 95% случаев этот разговор тогда уменьшается успехом. Ровно такое же заявление есть также у нас и для школ. Рекомендация короткая, не буду здесь долго останавливаться, независимо от того, какой класс, сколько в нем тьютеров уже есть. Если ребенку нужен индивидуальный тьютер, вы это понимаете, процесс учебы не идет, то вы, как родители, собственно, должны сделать следующую последовательность шагов. Во-первых, возьмите в школе характеристику на ребенка. Это вот прям номер один. Ничего больше пока не говорят, что вы там дальше с этим собрались делать и вообще куда идти. Во-вторых, с этой характеристикой, если у вас заключение по МПК тьютера нет, вы пишете, что вы просите предоставить вам индивидуального тьютера в связи с тем, что. Дальше пишите своими словами, что вы видите по поводу образовательного процесса и прикладывайте эту самую характеристику, которую вам выдали, потому что, я вас уверяю, в ней будет написано все самое худшее. Дальше, соответственно, вас ждет внутренний консилиум. Если он вдруг не собирается, то вы, соответственно, требуете его собрать и на нем как раз решать все эти вопросы. Заявление о тьютерах. Сейчас я положу вам чат и мы разошлем его по почте еще раз. Спасибо. Елена Вячеславовна, не выключайтесь. Татьяна Юрьевна спрашивает, контроль надзор утверждает, что можно сокращать часы, выдавая содержание образования. Первый раз такое случаю. Кто такой контроль надзор, хочу я узнать. Я думаю, что не Роспотребнадзор, не Рособранадзор такого сделать не могли. То есть здесь у нас речь идет о том, что это, видимо, местные органы надзорные, они тоже могут ошибаться. То есть, поверьте мне, пожалуйста, степень, так сказать, крутизны названия проверяющей организации не означает, что она всегда исключительно права. Поэтому любое постановление, которое, соответственно, не соответствует федеральному законодательству, мы с вами можем опротестовать. Если у вас таковой нормативный акт, выпущенный этими надзорными органами, есть, присылайте, мы можем попробовать через и федеральный ресурсный центр на них воздействовать, и, соответственно, можем обратиться, например, к уполномоченному по правам ребенка в Российской Федерации. Ну, в общем, здесь есть ряд возможных мер воздействия, с которыми мы можем с вами попробовать дело сдвинуть с мертвой точки. поэтому истребуйте письменный документ, если у вас его на руках нет, и дальше, соответственно, давайте с ним работать, контакты наши все есть у вас. Коллеги, мы немножечко так ушли в тьютерское сопровождение и в тему про организацию тьютерское сопровождение, а можно я вас все-таки постараюсь вернуть к нашей сегодняшней теме про ресурсный класс и чуть-чуть еще договорить, у нас много времени остается. Правильно я понимаю, что все-таки в ресурсном классе это не как бы отдельно взятый класс, как Полина Гвовна объясняла, а это все-таки определенное пространство, в котором тем или иным образом организовывается обучение. Если мы говорим про тьютеров, то в этой связи вы, Полина Гвовна, говорили о том, что здесь и учителя-дефектологи, логопеды, психологи, тьютеры, но не тераписты. В этой связи, в ресурсном классе, в ресурсном зоне, какое количество тьютеров должно быть? Это индивидуально у каждого? Или это может быть один на несколько детей? Или их вообще там нету тьютеров? можете пару слов про это сказать? Об этом сказала Елена Вячеславовна в самом начале. Ресурсный класс предполагает сопровождение один к одному, так как основной показатель эффективности работы это прирост часов инклюзии. Все дети числятся в разных общеобразовательных классах, они нуждаются в сопровождении туда, и если у них нет индивидуального сопровождения, то им просто не с кем туда идти, потому что в одно и то же время один ученик ушел инклюзироваться туда, другой сюда, этот человек остался в индивидуальной работе, а вот эти двое в метагруппе работают с логопедом в сопровождении тьютеров. все тьютеры занимаются разной работой в этот момент. Но да, тьютерское сопровождение может снижаться по мере адаптации ребенка. Не потому, что тьютеров больше нет, а потому, что конкретно этому обучающемуся вот в этих условиях не нужен тьютер. И эти условия совершенно разные. Может быть, кому-то не нужен тьютер на коррекционно развивающих занятиях, кому-то, может быть, не нужен тьютер на уроке, а кому-то, может быть, не нужен тьютер на перемене, а нужен только на уроке. А у кого-то, наоборот, колоссальные проблемы с общением, а с обучением нет проблем. Он на уроках очень успешно сидит, но нужно, чтобы тьютер приходил за пять минут до звонка, потому что перемены всегда приводят к очень тяжелым последствиям разного характера. Хорошо, тогда вопрос. На основании чего мы определяем? Или вообще кто это определяет? кому и какому ребенку? То есть, на основании именно консилиума мы определяем вот этот план работы. Школьный консилиум определяет необходимость тьютерского сопровождения на определенный этап, и консилиум дальше может определять необходимость снижения просто мониторя динамику развития ребенка. Не все эти консилиумы оформляются настоящими протоколами, потому что бывает так, что рекомендовано специалистами на завтра снижение тьютерской помощи, а завтра происходит что-то, что послезавтра уже обратно увеличение. Спасибо большое. И вот еще вопрос, Елена Мячеславовна, вот к вам по поводу EBA-терапистов. Вот тоже был вопрос про то, откуда их брать, как заводить в штаб те же самые кураторы-супервизоров. Ну и вообще всегда ли нужен EBA? И точнее не всегда, всегда ли он бывает? Нужен-то мы поняли, что он всегда, а всегда ли он бывает? Ну, насчет всегда ли он бывает, конечно, ответ нет, потому что здесь это все зависит в первую очередь именно от родителей. Я еще не знаю ни одного случая, когда школа сама бы нашла куратора, супервизора и прям сама знала, где обучать специалистов прикладному анализу поведения. Я отошлю к курсам Полины Львовны по поводу обучения. У нас есть несколько... Не учим прикладному анализу поведения, Елена Вячеславовна. Нам не нужен прикладной анализ поведения как таковой здесь в модели ресурсного класса, мы же про это говорим, про ресурсные зоны сейчас. Поэтому ваш курс является, собственно, исчерпывающим. И второй курс это, безусловно, курс Центра проблемы аутизма и, в общем, там тоже можно получить такую хорошую базу для любых специалистов и в том числе родителей. Два курса совершенно равноценных и от практиков в первую очередь. Поэтому если про EBA поговорить, то он не в отрыве от всего остального. В данном случае речь идет не про терапистов, которые должны стать тьютерами. Здесь идет речь о том, что все-таки комплексные у нас должны быть знания и комплексные умения и навыки. То есть специалист школы это не терапист. Тьютер это не терапист. Это другое. У них должно быть педагогическое образование. Терапистом может быть любой человек с любым образованием техническим, инженерным, который просто закончил курсы по прикладному анализу поведения. Тьютером не может быть просто какой-то человек. Это человек с психологическим, педагогическим образованием, который повышает свои компетенции, в том числе в направлениях прикладного анализа поведения. И можно всем рекомендовать всевозможные курсы, в том числе и курсы РБТ. Почему нет? Тогда по поводу куратора или супервизора. Если, например, есть такая идея. В штате не нужен. Супервизор в штате не нужен. Потому что работа с супервизором, она лежит в поле этического кодекса специалистов по прикладному анализу поведения. И все кураторы по прикладному анализу поведения организуют свои супервизии самостоятельно. Это совершенно не должен быть штатный специалист. А вот кураторов можно оформить в школу кем угодно, чьи ставки в школе есть. Например, педагогам-психологам. Кажется, у меня будет функционал-куратор. Ну, на самом деле, функционал педагога-психолога, он в ресурсном классе практически идентичен с куратором. Это написание протоколов, поведенческих планов, обучение всех специалистов работе по профилактике и коррекции нежелательного поведения. Психологи, вообще-то, этим тоже должны заниматься. – Хорошо, спасибо большое. Ну, вот, наверное, самый главный вопрос, вокруг которого мы, вот здесь вот и все другие вопросы, как мне кажется, крутятся, вот касаемо финансирования. Да, вот, мне кажется, если бы, ну, там, у каждой организации образовательной был бы достаточный вот этот объем финансирования, то, наверное, таких бы, ну, спорных вопросов и не было бы. – Совершенно верно. – Совершенно верно. И вот тогда в этой связи, вот, откуда брать финансирование, если школа говорит, у нас нет средств для этого? – Сергей, можно я попробую ответить на этот вопрос и показать несколько слайдов, которые я специально не стала показывать, хотя они в презентации есть. – Да, если можно включить, я сейчас ее отлистаю. Вот, собственно, следующий слайд будет ровно про это, про область государственных гарантий. – Финансирование, которое получают школы, это подушевое финансирование, то есть за каждым ребенком должна прийти определенная сумма денег. Понятно, что если мы говорим про подушевое финансирование, то вот посмотрите, пожалуйста, на одного ребенка финансирование приходит на самые разные, из него оплачиваются самые разные вещи, в том числе, безусловно, и зарплата педагогов. – И это одна определенная сумма. К сожалению, ровно та же сумма приходит на ребенка с ограниченными возможностями здоровья в школу, несмотря на то, что вот если вы обратите внимание на левую часть слайда, вот где у нас НПФ на одного ребенка с УВЗ, – здесь у нас достраивается все еще малокомплектностью классов, необходимостью обеспечения этого, и оплатой труда еще нескольких специалистов. То есть помимо того, что из этих денег должно быть оплачено все то, что и для любого, про любых остальных детей, у нас с вами есть вот еще два таких квадратика дополнительных, и без коэффициентов подушевого финансирования региональных, к сожалению, это все обеспечено быть не может. Чаще всего есть какие-то коэффициенты недостаточные и очень маленькие для детей с инвалидностью, для детей с ограниченными возможностями здоровья без инвалидности, даже в Москве, вот самый богатый город России, даже в Москве коэффициентов для детей с УВЗ нет. И все занятия логопедов, дефектологов, психологов, тьютеров, кураторов, все это должны каким-то образом обеспечить школы, которые, соответственно, поэтому не очень торгуются открывать ресурсный класс или вообще принимать детей с какими-то ограниченными возможностями здоровья. Потому что, еще раз повторюсь, даже коэффициент для детей с инвалидностью 2 или 3 не покрывает необходимых специальных, ну, оплаты необходимых специальных образовательных условий, работы педагогов, специалистов и так далее. Что с этим можно сделать? Ну, в Москве мы тут большую работу над темой ведем, несколько обращений писали в правительство Москвы, будем продолжать это делать, искать возможности для решения этого вопроса. В регионах, соответственно, это ложится на плечи родителей, которые должны объединяться и тоже со своего региона как-то это стараться спрашивать. Вот здесь есть табличка с регионами, в которых есть коэффициенты, это буквально 2. Эта колонка вот там есть у вас еще про оплату семейной формы обучения, что тоже большая редкость. У нас всего раз, два, три, четыре, пять регионов обеспечивают оплату, хоть какую-то оплату родителям за семейную форму. Это все части, из которых складывается возможность оплаты обучения ваших детей. Что я про это еще хочу сказать? Почему я говорила вначале про организацию некоммерческих организаций родителями? Ровно потому, что мы должны сейчас, вынуждены не должны, мы вынуждены сейчас дополнительные средства добывать всеми возможными способами. Получением ли грантов, поиском ли каких-то благотворителей, да буквально собственными средствами. Мы доплачиваем и за учебу, и за работу тьютеров, и вообще за работу специалистов ресурсных зон. Это огромная финансовая нагрузка на родителей, на самих, на фонды, на некоммерческие организации, которые занимаются поддержкой, развитием ресурсных зон в Российской Федерации. Вот такая сейчас у нас история. То есть получается какой-то парадокс, да? С одной стороны, министерством рекомендована эта форма, а при этом возможности очень минимальная получается. К сожалению, я бы сказала, что вообще расчет коэффициентов обоснованный и необходимость применения коэффициентов, они тоже рекомендованы Министерством просвещения Российской Федерации. Однако, опять же, к сожалению, эта рекомендация не является обязательной. Сейчас мы бьемся за то, чтобы это было не по желанию региона, а это было обязательно. Это область региональной ответственности, и здесь нужно, конечно, как-то на это стараться повлиять. Потому что без надлежащего финансирования, не только работы ресурсных классов под вопросом, вообще любое обучение наших детей, все образование наших детей здесь, прямо начиная от ранней помощи, заканчивая вузами, оно под угрозой. То есть ничего без денег обеспечено будет не может, согласитесь, но мы же не можем платить за них всю жизнь. Получается, почему-то для родителей детей с всякими нарушениями обучение становится платным, потому что мы доплачиваем бесконечно за всякие разные возможности, которые необходимо было государству создать для наших детей. Школа здесь в этом смысле практически бессильна, потому что финансирование зависит, как вы понимаете, не от них. И это все введение исполнительных органов власти, отвечающих за образование. Поэтому я вам очень рекомендую всегда в регионе ознакомиться с нормативными актами, которые регулируют именно выплаты на образование детей с ограниченными возможностями. И не обращать большого внимания на то, что иногда он будет говорить, что вот мы выдаем какие-то субсидии ежегодные на обучение, потому что субсидия сегодня есть, а завтра ее не дали, как у нас часто бывает. И сегодня дети учились в ресурсном классе с тьютерами, а завтра субсидию не дали, и на тьютеров уже на куратора зарплаты денег нет. Поэтому только механизм коэффициентов к подышевому финансированию нас здесь реально спасает. Никаких других вариантов не существует. Да, спасибо большое. Ну, как-то грустно все звучит. Я думаю, что, наверное, есть какие-то позитивные моменты во всей этой истории. Мы не стоим на месте, мы движемся. У нас раньше не было ни ресурсных зон, ни инклюзии для детей с раз. У нас на самом деле очень много чего есть, и это мы тоже сдвинем. Никуда нас не денется. У нас же много. Да, мы тихонько. Я думаю, что там все-таки находится разный способ. Да, и вот сегодня Полина Волна сказала, что очень многие родители сейчас приходят к тому, что автономный класс, возможно, даже будет более интереснее, чем и более выгоднее для школы, и интереснее для ребенка, нежели ресурсный класс. Поэтому, наверное, все-таки нужно отталкиваться всегда от разных условий, от индивидуальных. Сергей Николаевич, есть небольшой нюанс. Автономный класс тоже требует большого количества денег, если там организована грамотная служба сопровождения. Точно таких же денег. Выгоднее не получается. Я понял, да. Ну, в любом случае, выходы есть. Есть, да. Их надо просто найти. Да. Но дешево, качественно и быстро не бывает. Выберите чего-то два, пожалуйста. Ну, в помощь, в поиске вот этих путей решения есть как минимум региональная общественная организация помощи детям с аутизмом «Контакт» и федеральный ресурсный центр, который тоже показывает свою помощь. Поэтому, уважаемые родители, обращайтесь, будем вместе искать какие-то правильные выходы и правильные решения, исходя из тех условий, которые есть у вас. Спасибо. Я предлагаю на этом завершить сегодняшнюю встречу. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо слушателям, родителям за хорошие вопросы, очень ценные вопросы. Вопросы в вашем лице были, наверное, озвучены. Вопросы от всех родителей. Хорошего дня всем. И до следующей встречи. А следующая встреча у нас посвящается, она такая, носит немножечко предновогодний характер. Вот, поэтому в следующую пятницу мы поговорим про социокультурную интеграцию, про то, как готовить детей к выходу в общественные места накануне Нового года. Еще раз всем хорошего дня и спасибо за внимание. До свидания. Всего доброго, спасибо. Приходите с вопросами к нам, пишите на почту. Собственно говоря, вы видели все контакты в вебинаре. Ждем вас, постараемся помочь с тем, что получится сдвинуть. Всего доброго, спасибо большое. До свидания, коллеги и дорогие слушатели. Всего доброго. До свидания.